естественно сильный конечно мы поборемся так что мы тут давайте так он и в 4 он играет лондон куда давайте 5 тогда на то чуть позже посмотрю обязательно давайте лондонку будем играть а коня на c3 да и суда хочет интересно так задумал интересно он задумал ну что мне делать то может а6 пойти или слон и 7 давайте а6 схем и 5 тогда нам интересно конечно штучка как бы черными тут сразу не не стоять как говорится не знаю если возьму ферзи активизирует потом одяда 1 сразу выйдет конь g5 тут насчет куда-то нападать так ладно так пошла интересный ход на посмотреть конечно я его где-то видео но как не помню конкретно а если пойду на и в 6 берет и на d6 потом но вроде бы на d6 не может давать сюда не развиваться равно нужно как-то так у нас добавляется вообще время то я чуть не пойму не как по времени там просветите меня только добавляется 1 секунда что ли все-таки одна секунда всего ага нельзя задумываться конечно там потом одна секунда мало это уже просто на рефлексах какие-то ходы будут ну понятно что у меня похуже чуть-чуть пешка отсталая у него по центру тут крепко так хорошо стоит но с другой стороны еще ему нужно это куда-то нападать просто взять и выиграть не получится ему подать на что-то но я пока стою аю так может быть взять ладно сюда пошла может уже взять на d5 и ферзь е6 пойти подяда 1 пока еще не съедает конечно но немножко бойзнул за мою пешку как же мне тут давайте так потом так что ли встать не знаю нападает конкретно так конкретно по нападает на меня очень неприятным пация неприятное ну ничего держусь конь е7 потом здесь попытаюсь выбить ладью эту на d8 так это что он хочет b4 что ли давайте мне что делать сюда b4 он хочет что насчет этого хода и d5 сразу давать сначала взяла ничего там не продеваю конь d5 какой-то там будь то ну давайте мне надо развязываться начал меня вообще зажмёт а на этот ход конь е5 есть так неполадка на суда тогда что они делать доконтролировать теперь может d5 5 ну надо так ходить уж пытаться развязаться как-то очень непросто да теперь у меня изолятор вот туда тир зяши мой родной подняжка на упали у него так суда может быть попробовать поскакать немного не знаю не знаю можно позиции конечно я не ясно но может быть конь е5 все таки c6 прорывается так чушь делать-то c6 прорывается но брать то надо видимо берзем да разменяет и чего там может быть конь е5 а может а может и все в 6 он и 6 он и 5 он и 5 конь c6 воде и 8 воде д5 да и чё там я без пешки а у меня что-то лучше есть бы 4 еще съесть могу давать съел тут ой время время да пошла пока как-то так окна у меня лишний пешка кстати ясно ничью будем пешки разбиты лишние но разбитые конечно непросто не говорит о том что у меня такое преимущество тут но другой стороны что ему делать до подходить надо 4 кони 5 активизируясь немножко возьмет на 5 не на 5 не может там под связку попадет так если воде защитит я могу королем уйти взял все-таки на бы 4 нападает так ну нас защищаться давайте этой воде да да двигаю двигаем с коня подтянем RDT могу пойти так сейчас напрягаю его захожу Так, я с лишней водой. Я с лишней водой. Так, надо развязаться как-то. Так, я с лишней водой. Так, я с лишней водой. Так, я с лишней водой. Встретились мы в первом туре с Даниэлем Народицким. Он играл белыми, я черными. Покажу немножко ключевые моменты и анализ этой партии. Была разыграна лондонская система. Очень популярный дебют в последнее время. Но здесь Даниэль сыграл очень интересно. К конь С6 я пошла. Часик, чаще черный сразу занимает центр путем хода Д5. Но я сыграл сначала конь С6. Идея этого хода, что черный не торопится с Д5. Возможно, где-то есть идея поставить Б6, Лон, Б7. И пока что вообще Д5 не ходить. Может быть, Д6 выставить и так далее. Но здесь есть интересная идея. Конь С3. Конь С3. Ход направлен против хода Д5. Проблема в том, что теперь на Д5 будет ход конь Б5. И на С7 конь проникает. Поэтому Д5 ходить не нужно. Здесь точный ответ в такой позиции. Это взять на Д4. Допустим, ЦД, ЕД. И здесь были партии как С7, так и С4. Интересный тоже ответ. С4 связать этого коня. Использовать его положение. Допустим, С3. Можно пойти конь Д5. С2. Взяли, взяли. И ушли слоном на Е7. Ушли слоном. Потом хотим занимать центр. Уже поставить Д5. Аж 4 было в партии. Сыграно здесь в одной из. Аж 6. Рокировка Д5. Ну, у черных особо проблем нет. Белых, конечно, более активные слоны. Потому что он С8 пока еще не так просто его развить. Но все же две сдвоенные пешки здесь. И они могут оказаться слабыми. Плюс поле С4 где-то для коня у меня есть. То есть ход СД, ЕД наиболее принципиален. Ну, также здесь возможно А6 пойти. И по сравнению с партией, что мы вот увидим дальше, здесь ход Д5 не так уж страшен. Потому что есть ЕД и на конь Д5 есть ход Ферзь А5. Шах. Выигрываем темп, заставляем уйти конем назад белых. И успеваем выставить Д5. Освободить нашего слона С8. В партии же я сыграла сразу А6. Ход неточный. Это нужно иметь в виду в дальнейшем. Ну и тем, кто сейчас смотрит это видео в том числе. Да, кто играет лондонскую. Теперь Д5 сыграл мой соперник. ЕД. А ЕД. Также не лучший ход. Следовало пойти конь Е7. Несмотря на то, что кажется, что белый задвинут путем Д6 в центре. И получат клин пешку на Д6. Это не так страшно. Потому что можно пойти конь Ж6. И на слон Ж3 пойти Б5. Потом мы потихоньку пытаемся эту пешку окружить. То есть разовьем свои фигуры. Допустим, таким вот образом. Если рокировка, то конь Х5. Можно уничтожить этого слона. И потом заняться пешкой Д6. Вернемся назад. Я вот побила на ЕД. Но теперь получила такую позицию чуть хуже. Потому что у меня отсталая пешка на Д6. И у него такое долгосрочное давление. Плюс он имеет фарпост. Это поле Д5. Слон С4. Слон Е6. Развиваемся. Рокировка конь Д5. Поменять фигуру мне тут будет не лишним. Слон Е7. Пока что стараюсь просто развиться. Рокировку сделала. Ферзь Д2. Ферзь Д7. Вадья Д1. Вадья Д8. Конечно же, у него главный план нападать на эту пешку. У меня главный план эту пешку защищать. Есть позиционное давление со стороны белых. Но черным в таких ситуациях как нужно действовать? Нужно действовать терпеливо. Что, собственно, я и делала. Защищаться. И в какой-то момент, если будет возможность освободиться, эту возможность использовать. Аш-3, Аш-6. Пока такие профилактические ходы. А3. Но этот ход направлен на то, чтобы где-то подготовить Б4 здесь. Вадья Е8 поставили. Ферзь. АС-2. Слон Ф8 я ушла. Вадья Д2. Да, и вот здесь был ход. Интересный ход. Пойти слон Ф5 можно было. То есть, если Е4, то мы уходим слоном на Ж6. И хотя бы какая-то появляется контр-игра связана с пешкой Е4. То есть, белым придется о защите этой пешки думать. А если на ход слон Ф5 пойдут в Ферзь Б3, здесь интересная идея пожертвовать пешку на Б7. Очень симпатичный вариант есть. Пойти Конь Е7. И теперь, если он возьмет, Конь Д5. Теперь проблема в том, что неожиданно на ход Ферзь Д5 ловится Ферзь в центре доски. Но если мы сразу пойдем слон Е4, тогда Ферзь уйдет на Ж5. И не поймаем мы его. Поэтому ходим Ж5 сначала. И он вынужден уже фигуру отдавать. Потому что идет следующий ход слон Е4. Он просто без Ферзя. То есть, в принципе, уже очень-очень тяжело тут. Где он держаться, они проигрывают. Поэтому на Д5 брать нельзя. Но есть промежуточный ход взятия на Д7. Ферзь Д7, Ладья Д7, ЕД. И вот, несмотря на то, что черные пожертвовали пешку, их фигура выходит на активные позиции. Слон выйдет где-то на Ж7. И будем атаковать Б2. Тут, на самом деле, у черных очень серьезная компенсация. Слоны очень сильные. Поэтому здесь даже не хуже у них, а может быть даже и лучше. Я же пошла немножко пассивно. То есть, я разменяла Ладья Д5, Ферзь Е6. То есть, я где-то готовлю все-таки ход Конь Е7 с идеей Д5. Освободиться и избавиться от отсталой пешки. Ладья Д1. Пока это сделать нельзя, на Д6 подвиснет. Поэтому пока укрепляемся. Ладья Е8. И Б4. Соперник, конечно, пытается создать вторую слабость. Потому что атакует только пешку Д6. Выиграть ему не удастся. И вот здесь был интересный план у меня. Не увидела я его во время партии. То есть, можно было пойти Конь Е7. Ладья уходит на Д2. И теперь пойти Ж5. Дело в том, что слон выходит с темпом на Ж7. И теперь, если на Ж3, то еще Конь Е5 можно добавить. А если на Н2 уйдет, тогда слон Ж7 напали. Ферзь С2. Взяли, взяли. И Д5. И успеваем освободиться. И плюс у нас слон очень активно стоит на Ж7. Я же ту же идею пыталась провести. Но у меня все-таки слон. Слон в пассиве остался. То есть, я пошла Конь Е7. Ладья Д2. И вот здесь пошла Конь Ж6 сначала. Ну, Ж5 также стоило пойти. Правда, здесь уже есть вход Конь Д4 какой-то. Включение. Слон Ж2 можно сходить. Слон Х2 и Ладья С8. Пока что использовать то, что Конь связан. Поддавить на пешку С4. Я пошла Конь Ж6. Слон Ж2. И теперь пошла Д5. Но проблема в том, что С5 он задвинул. И не удается мне слона на большую диагональ на активную позицию вывести. Слон Е7. Конь Д4. Естественно, по-прежнему белые владеют неким позиционным преимуществом. Но им тоже нужно играть тут точно, чтобы свой перевес не выпустить. В этой позиции сильный ход за белых был ход Ферзь А1. Уйти из-под связки и готовить где-то прорывы С6. Плюс берем под прицел пешку А6. Допустим, на этот ход можно пойти С6-БЦ. И можно бить не сразу на А6. Можно сначала ладья С2. Потом ладью и тут с темпом побить. И дальше еще и на А6. То есть черные так или иначе останутся здесь с изолированной пешкой на Д5. Но он пошел С6. Я взяла. И здесь опять же был сильный ход. Не сразу бить на С6, а ладья А2. Начать с пешки А все-таки. Он побил Ферзь С6. Ну вот здесь вот перешли мы в этот Эншпиль. Но на самом деле у меня пешка сохранилась. И она оказалась решающим фактором в дальнейшей борьбе. На самом деле белому здесь нужно было уже аккуратно играть. И может быть форсировать ничью где-то. Конь Б4 АБ. Ладья АБ1. Ладья АБ7. Это все еще неплохо для белых более-менее. Но тут на самом деле стоило уже позаботиться о том, чтобы держать эту пешку. Блокировать ее. Нужно было обязательно ходить ладья АБ2. Ладья АБ4 вызвать. Слон Д6. Д4. Но здесь все упрощается. И получается такая позиция примерно равная. Примерно равная позиция. Ну может быть капельку лучше у белых за счет того, что пешки не очень хороши. Но я думаю недостаточно будет для того, чтобы выиграть. Вот вернемся назад. Здесь мой соперник сделала промечивый ход ладья А5. И неожиданно белые, черные просто получают решающий перевес. В партии я сыграла Б3. Дело в том, что пешка, активная пешка в Эншпиле, она очень многое значит. Особенно проходная. И здесь ее держать крайне тяжело. Ладья АД5, Б2. Ладья ДД1, Конь Е5. И теперь эта позиция просто проигранная. Потому что Конь у меня идет на А3. То есть ладьи привязаны к первому ряду. И даже перейдя в такой вот ладейный Эншпиль, это на самом деле белым не помогает. За счет доминации фигур, ладьи, черные здесь побеждаются. Смотрите, примерный вариант покажу. Допустим, Ж4, ладья С2. Выставили. Все, ладьи прикованы к первому ряду. Соответственно, черные имеют полный карт-бланш для того, чтобы усиливать позицию, усиливать короля и так далее. Король Ж7. Вот примерный вариант. Ладья Б4, пока отрезали короля. Король Ж2. Ф5. Начинаем подрывать, создавать слабости. Стоит. Ну, мы ходим. Вперед. Ф4 где-то. Может быть, идея. Ладья Д6. Ну, шаг не страшен, потому что всегда он должен вернуться. Дальше я хожу. Король Е6 усиливаюсь. Ну, рано или поздно я выставляю Е4. И теперь у меня есть план, связанный с тем, чтобы короля отправить на ферзовый фланг на помощь пешке. Ладья Ж1, допустим. Можно еще технично Король Е5 сходить. Ничего не отдавать. ЖФ Король Е5. Ну, никакой контр-игры нет. Теперь ладья становится сзади пешки. Опять же, мы становимся сзади пешки, чтобы приковать эту ладью. Как только она уйдет, ладья С1 выигрывает. И, соответственно, просто у меня план Король подходит. И все там сразу заканчивается. Ладья освобождается. Сделать ему нечего абсолютно. То есть, даже ладейный эншпиль уже выигранный. То есть, эта позиция, она выигранная за счет силы пешки, проходной и активности фигур. Ну, в партии последовал Король А2. И теперь конь идет на А3. Слон Д6 не работает. Здесь можно просто взять, да, взять и ладья С1. Все. Пешка проскакивает. Ладья Д1, ладья Д1. И Б1 ферзь. Ладья Д3 он пошел. Пытается поле... Не дать мне поле А3. Но я подготавливаю конь А3. И плюс ладья А1 тоже дрожу. Ладья А вернулась. Конь А3. Ладья Б2, ладья Б2. Ну, и осталась я с лишней ладьей, которую реализовала. Единственное, боялась немножко ее подставить где-то, да. Потому что, понятное дело, все... Дело шло на секундах здесь в конце. Но, вроде бы, нормально все. Из происшествий удалось реализовать. Вот такая партия. Мне кажется, интересная. И с теоретической точки зрения. Кое-какие моменты стоит отметить, да. И я думаю, вам это будет полезно и интересно. Ну, и плюс... Тут эта партия показывает то, что иногда нужно просто терпеть. Нужно переходить в оборону. Очень четко пытаться защищаться. Не давать сопернику сразу что-то не давать. Держать напряжение. Соответственно, чем дольше вы держите напряжение, и он не может форсированно у вас выиграть, тем ему становится некомфортней, сложнее. И в какой-то момент вот он перегибает палку и ошибается. Надеюсь, вам понравилось. Понравился мой обзор. Обязательно ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем хорошего весеннего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok